Непрерывно приходили противоречивые слухи с фронтов опасного кинобизнеса. Обо что? Ну, о том, что закрыли кольца власти, открыли кольца власти, снова закрыли, нет, всё-таки открыли, поменяли всех режиссёров на режиссёрок, в общем, какие-то были очень муторные слухи, а тут выясняется, что уже третий сезон даже подписан. Хера себе, блин, такая прелесть. Ну, я тебе открою секреты, что в отечественном онлайновом бизнесе максимальное количество просмотров – это «Игра престолов», никаких сомнений. И «Дно дракона». Следом за ним, да, «Дурдом дракона», ну и вот, поэтому говорить о том, что у них что-то там не получилось, как-то странно, видимо, всё получилось. Видимо, поколение говноедов взросченные уже сожрут всё, что попало. У меня обратное ощущение совершенно, т.е. нет, говноеды – это, конечно, хорошо, т.е. плохо, но они просто есть. Это данность, которую нам ещё некоторое время придётся существовать, думаю, лет 60-х. Но монополия же, нам об этом Карл Маркс писал ещё в манифесте Коммунистической партии, страшно сказать, в 40-е годы XIX века, когда ещё даже монополий-то не было, а он уже всё знал, будучи, в общем, молодым человеком относительно, но уже вполне толковым, что сначала у вас есть раз, два, пятнадцать, семьдесят восемь, двести семьдесят восемь контор, которые вот на этом рынке, например, кино или, скажем, сериалов, понятно, что при Марксе их ещё не было, но в целом смысл не поменялся, работают над одним и тем же, и нужно на себя народ оттаскивать, а значит, нужно делать больше, качественнее, а значит, дешевле на единицу выпускаемого продукта, ну а удивлённая таким буйством щедрости публика такая, блин, такое всё вкусно, будем брать это, оно вот такое и на пятнадцать копеек дешевле, ну какой выбор, конечно, вот к этим обратимся. Когда обратились все из 288 фирм к этой, эта фирма забогатела, немедленно не смотри, что подешевле продаёт, просто за счёт того, что больше, денег получается больше, и тогда уже руководство данной забогатевшей конторы, обрадовавшись такой невиданной щедрости и свалившимся бабкам, оглядывается по сторонам и думает, блин, так давайте купим вот эти вот 10 фирм сразу, ладно, что они похуже, так мы их просто переделаем под наш ход, и у них тоже всё наладится, мы их просто купим и станем в 10 раз больше, и вот у вас, глядишь, прошло время, и вместо 278 фирм осталось 8, они даже на уровне лично вообще нелегко могут договориться, ну просто собраться в одном ресторане, не знаю, пароходе, полянке для гольфа и на личных контактах, не прибегая ни к чему, кроме обычного разговора… Вступить в картельный сговор. Да, и сказать, что вы, значит, окучиваете всех тут, вы окучиваете всех тут, а мы здесь, и друг к другу вообще не лезем, какие цены больше, какие меньше, так мы опять встретимся за гольфом и опять спокойно договоримся, чтобы не подсирать друг другу. Так, собственно, и происходит. Чтобы это всё не оставалось на уровне бла-бла-бла, люди-то серьёзные. Давайте так, мы у вас купим 10% акции, вы у нас, и вот у вас вместо 8 фирм получается 1 мегахолдинг, и там кто-кого, это самое, уже вообще непонятно, все переженились, перекурили друг с другом, и всё, и в итоге у вас одна мегафирма, и жрать вы будете только то, что эта мегафирма вам выдает, а у вас просто выбора нет, и поэтому… А вас никто и не спрашивает лучше. Да, и поэтому мы будем снимать дрянь, мы будем снимать, наоборот, щедевр, вы это всё равно сожрёте, вам смотреть-то больше нечего, ну или только не смотреть, однако современный человек, рождённый в обществе спектакля, по выражению метко-муги де Боро, он не может без этого, и поэтому и дно дракона, и кольца власти, не сомневайтесь, учитывая вложенные бабки и чудовищный пиар, будут иметь нормальные рейтинги, они, возможно, будут гораздо меньше, чем у первого сезона той же, скажем, «Игры престолов», но они всё равно будут настолько огромные, что… Даже как-то неловко обсуждать, обрати внимание, даже такие толковые пацаны, как мы с тобой, и то смотрят. Да, а нам-то деваться не надо. Мы, правда, грязно наживаемся с этого, но тем не менее, да. А как ты? А вот как ты? Вот я, например, не читал какого-нибудь Гарри Поттера, а это ж уже кусок культуры, и дети выросли, и уже известный экстремист, обращаясь к детям, пытаясь втянуть их в экстремистскую деятельность, а вот в Гарри Поттере дементоры, помните, на понятных для детей примерах, а я не читал, так это неправильно, ну я хоть кино смотрел, хоть как-то там, понимаю, о чём вообще речь, а как ты, а ты выпадаешь из культурного контекста, надо смотреть, увы, конечно, надо, тем более, что книжка, что кино про Гарри Поттера, как бы мы к ним ни относились, они очень сильно не дурацкие. Да, никаких вопросов, в отличие от, так сказать. В отличие от, да, и кстати, мы сейчас письмо счастья напишем, через 20 лет можете его открыть и посмотреть, правы мы были, не правы. Вот это вот, то, что мы сейчас обсуждаем, счастью культурного кода не станет никогда, в отличие от Гарри Поттера, как только это перестанут снимать, его забудут навсегда, т.е. оно нахрен никому, потому что не надо. Потому что бездарное говно.